Пау Кузнецов опубликовала итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до почти 4 миллиардов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам Совета директоров предприятия не выплачивалось, а вот четверо членов ревизионной комиссии получили по 250 тысяч. Основными причинами роста убытков в том числе называют увеличение процента платежей по кредитам и доначисления в различные резервы. К слову, в прошлом году предприятие открыло две дополнительные кредитные линии суммарно на 7 миллиардов рублей. Кроме того, в конце четвертого квартала Кузнецов получил в качестве господдержки еще 4 миллиарда. Средства были направлены по целевому назначению на погашение части портфеля кредитов и займов. Несмотря на это, предприятие по-прежнему продолжает испытывать острый дефицит оборотных средств, что сказывается на ликвидности и платежеспособности. С учетом того, что доля госзаказа в общем объеме выпускаемой продукции составляет 90%, можно говорить о гарантировании определенной стабильности в работе завода. В то же время контракты с Минобороны создают и некоторые проблемы. Например, часть двигателя для стратегической авиации поступила на капремонт в конце года, а сам цикл работ занимает до 8 месяцев, из-за чего Кузнецов несет локальные убытки. Напомню, Пау Кузнецов входит в одну из крупнейших общественных организаций страны – Союз машиностроителей России.